Друзья, всем привет! С вами компания Волжанка и я Андрей Думчев. Смена локации. Хватит ловить леща, плотву и прочих подустов. Сегодня карась. И снова Нарские пруды. Приехали часов в 6 утра. Народу тьма тьмущая. Повезло, уехал человек с ночи вот с этого вот места. Удалось его занять. В плане перспективы ловли очень интересно. И вот сейчас передо мной стоит достаточно такая серьезная дилемма. Где ловить? Вариантов множество. Можно ловить вот за этой стеной тростника. Вот сразу сюда бросая. Можно ловить под той стеной тростника. А можно вообще уйти вот туда далеко, метров наверное под 50, если не больше, и бросать под ту стену тростника. Вот я еще, конечно, в замешательстве. Я еще в раздумьях, скажем так. По идее, по идее, самое классное и наиболее перспективное место все-таки будет бросать вот туда. Но у меня с собой палка всего лишь 3.3 Optima Evo Pro. Доброшу или не доброшу? Придется, наверное, сегодня постараться поработать. И ловить, наверное, все-таки придется на плетенку. Хотелось ловить на моночку, но придется ловить на плетенку. Я с собой взял катушку и запасную шпулю под нее. Катушка у меня сегодня будет Волжанка Шот в 5000 размере с плетеной леской. Но на всякий случай взял с собой запасную шпулю с монолеской от катушки Симбиоз. И хочу сразу вам такой лайфхак по нашей продукции сказать. Серия катушек Проспорт. В нее входит катушка Проспорт, Проспорт Лайт, Шот, Симбиоз и Инферно. По-моему, все назвал. И что самое примечательное, что шпули от этих катушек взаимозаменяемые. То есть вот у меня катушка Шот 5000 размера. И вот у меня шпуля с монолеской от катушки Симбиоз. И вот я могу совершенно спокойно поставить эту шпулю на эту катушку. Закрутить. И ловить на катушку Шот со шпулей от катушки Симбиоз. Естественно, от 3000 катушки подходит к 3000, к 5000, к 5000, ну и так далее. И мне надо теперь только выбрать, куда кидать, где ловить. Хочется, конечно, очень половить на ближней дистанции. Не хочется куда-то швырять далеко. Тем более еще ветер сегодня в лицо. И вот потому что ветер в лицо сегодня, он нагнал сюда, вот под этот берег, вот эту всю зеленку. Видите сами, какая зеленая вода. Даже садок не буду разбирать, потом его не отмыть. Буду сразу, рыба если будет ловиться, буду сразу отпускать. Не хочу пачкать, потом это все будет вонять, не отмоешь. Наверное, все-таки, как вот я хотел, половить на пятерок на небольшой дистанции, так и начну. Ловить на монолеску. Если не пойдет, если там карась не расклюется, здесь, вот за этой стеной тростника, вот метров 20 буду бросать, значит, тогда все переделаю, перевяжу и буду кидать вот туда, под ту стену тростника. И буду пытаться раскормить карася там. Все, как хотел, так и буду делать. Все, монтаж будет по-прежнему скользящий. Но без резинки, монолеска, карась здесь не крупный. Просто поставлю небольшой кусочек фидергама. И достаточно такого толстенького, 0,6 поставлю фидергам. То есть, такой будет достаточно простой, несложный, нехитрый монтаж. Как я и говорил, монтаж скользящий. Вертлюжок с застежкой. Бусинка. Небольшой вертлюжок, который одновременно будет выполнять роль стопора для кормушки. На конце с быстросъемом. Для быстрой смены поводков. Длиной где-то сантиметров, ну, наверное, 15. Так, кормушки у меня будут сегодня трех видов. Две кормушки в форме стаканов, как мы их называем. Одна побольше для стартового закорма. И вторая для непосредственной ловли. И сегодня буду, опять же, использовать шишечку. Кто-то их называет окошками, я их называю шишкой. Для ловли нарезанную кукурузу, опарыша, червя и мотыля. Я, как и в прошлый раз, на протве смешаю в какой-то емкости червяка, кукурузу, опарыша и мотыля. Будет у меня вот такая жижа без прикормки. И буду ее черпать вот в такую кормушку. Чуть-чуть утрамбовывать прикормкой и забрасывать в точке ловли. И туда чуть-чуть еще буду добавлять разных ароматизаторов. В виде клубнички, чесночка, какой-то ванильки. В общем, поработаю еще сегодня с ароматикой. Карась очень любит, когда корм достаточно пахучий. Ну, все мы знаем, что он любит чеснок. Но прикормка у меня сегодня оставшаяся от каких-то там тренировок, соревнований. Она, он лежит в ведре, размораживается. Она не чесночная. Она там вообще какой-то нейтральный запах имеет. По-моему, немножко там попахивает кукурузой. И как раз вот сегодня именно ароматизаторами я буду ее, скажем так, усиливать. Ее привлекательность усиливать ароматизаторами. Дно хорошее чистое. Так, ну все, я с дистанцией определился. У меня получилось дистанция 23 оборота. Катушка шот мотает где-то сантиметров 80, по-моему. 20... Где-то метров, наверное, 17-18. Так, ну и я, конечно же, сейчас капаю вот такими капельками. Просто делаю кормовое, скажем так, вкусовое пятнышко. И потом на него сверху буду класть уже живность. Так, друзья, а у меня тут получается даже вот так вот кормить. Так что можно сегодня обойтись без шишечек. Потому что глубина небольшая. Течения нет. Корм ложится четко в точку. Ну, главное, чуть-чуть подождать. Кормушка упала. Подождать, я не знаю, секунд 20. Кстати, рыба. Значит, карась вот в этой локации, вот в этом тростнике, он присутствует. Это радует. Значит, мы его обязательно подтащим. На рыбалке все происходит как обычно. Пока разбирался, готовился, дождя не было. Вот только, значит, я закормил точку, насадил мотыля, забросил, тут же пошел дождь. И вот он уже в течение, наверное, минут 20 просто идет, не прекращая. Но из приятного я уже видел поклевку. Но она была какая-то такая, достаточно невнятная, поводок 60 сантиметров. Вытащил. У меня там было насажено два резаных червячка и напополам порванных и один опарыш закрывал их. Вытащил. Остался один кусочек червя и укоротил сразу поводок с 60 сантиметров до где-то 40. И вот сейчас второй заброс опять на ту же насадку на червя и пока не клюет. Ну вот, была еще одна поклевка. На этот раз на короткий поводок. Но опять поклевка такая, дрк! И рыба насадку не взяла. Складывается такое ощущение, что сегодня тот самый день, когда карась сосет, но не берет. То есть сегодня карась падла. В тот самый момент, когда он есть, его видно, что он на точке, он пробует насадку, он придавливает опарыши на крючке, там, сдирает, там, таскает за кончики мотыля, но отказывается нормально брать, заглатывать насадку. Вот сегодня точно придется поломать голову, как заставить его клюнуть. И вот одним из способов заставить его клевать будет, наверное, сегодня это плавающий опарыш. Я уже неоднократно показывал, как это делается, но покажу вам еще раз. Вот я их расскажу, попить. Пошел какой-то дождь неприятный. Берем нашего живого опарыша. Вот в такую какую-нибудь небольшую банку. Самое главное, чтобы его было достаточно много и было небольшое пространство, где бы он мог шевелиться. И дальше не то, чтобы заливаем, а просто добавляем просто чуть-чуть водички, даже чтобы он в ней просто в этой воде копошился. Не плавал, а именно просто копошился. Он был просто влажный. Отставляем его в сторону минут на 20-30 минут. Все. Потом объясню, что там происходит. А что потом объяснить? Сразу объясню. Опарыш, попадая вот в такую влажную среду, начинает активно дышать и пытаться как бы всосать в себя воздух. И он начинает вбирать в себя воздух. И за счет того, что он вбирает в себя воздух, он просто начинает плавать. Как воздушный шарик. Он просто надувается. Он напитывается воздухом и как воздушный шарик просто начинает летать, плавать в нашем случае. И потом вот этого опарыша на небольшой крючок две-три штучки одеваем, забрасываем. И опарыш не то, чтобы плавает в толще воды, а просто он гораздо медленнее начинает опускаться на дно. В любом случае он тонет, но просто делает это гораздо медленнее. И вот это может спровоцировать вот такого вот сегодня капризного карася на поклевку. Буду пробовать сегодня все. Пока видел поклевку карася на червя и на мотыля. Опарыш в игноре кукурузу пока еще не пробовал. Какого опарыша из этого количества выбрать, чтобы быть уверенным в том, что он плавающий. Любая емкость с водой. Просто берем какое-то количество, просто высыпаем в эту емкость. И смотрим. Вот те опарыши, которые всплыли и находятся на поверхности, вот они и есть те самые плавающие, нужные нам для насадки. Что, Андрей, клюет? Сосет. Короче, вот в принципе, почему я не пользуюсь зонтиком. Когда не клюет и бьет дождик, залез в машину и сидишь, смотришь на кончик фидера из машины в комфортных условиях с кофейком. Ждем нормальный клев, друзья. И заодно надо переждать непогоду. Ну, там, кстати, солнышко вроде даже как бы пытается выглянуть. Так что... Нет, я влюблю. Да нет, вон там, смотри, там нет такой достаточно светлая. Чего ты? На картинке посмотришь. Ты что, не видишь? Ну, карась, вот падла. Может быть, правда, еще и из-за погоды он насадку постоянно пробует. Видно, что он есть. Он пришел, он там стоит в точке, он ковыряется в корме. Но крючок заглатывать никак он не хочет. Ну, что это такое сегодня закрыв? Ну, что это такое? Что это за рыбалка? Что это, блин? Ну, карась. Хотел карася, получи. Ладно, подождем, когда погода наладится. Закрыл. Чего? Это дёрнуло? Фидер у тебя так? Дёрнуло? Как дёрнуло? Да ладно. Я пока смотрел на небо, Коля сказал, что там у меня была поклевка. Ну, ты видишь? Смотри внимательно. А, блин, поклевка. Здесь было три куска червя и один опарыш. Поднялось, выглянуло солнышко, а с ним поднялось настроение. И у меня, и у карася. Укрупняемся на четыре опарыша. Мне, конечно, размеры этого карася не очень нравится, но мне кажется, всё-таки погода своё влияние оказывает. Ну, вот сейчас солнышко. Может быть, сейчас всё-таки как-то разогреет. И всё-таки карась начнёт клевать более-менее нормально и нормальный. Ну, что, укрупняемся, дядь Коль? А? Смотри. На дальней дистанции какой-то движ идёт. Вроде бы расклевалось. Короче, были поклёвки, ну, какие-то невнятные. Чёрте что. Короче, уменьшил, сделал простой, обычный, скажем так, дедовский монтаж. Поттерностер. Или петля Гарднера. Как хотите, так называйте. Короче, обычную петлю связал. И поводок укоротил до 30 сантиметров. Чёткая поклёвка на загиб. Карасик, правда, чё-то какой-то уж больно мелкий. То есть, вот мой монтаж. Вот он мой монтаж. Вот. Две петли и всё. Ну, то есть, петля Гарднера. Всё, поводок 30 сантиметров. Вот он, коротенький. Карась клюёт на мотыля. 5-7 штук мотыликов и туда. Рыбалка сегодня, конечно, мозговыносящая. Ну, как я и говорил, это карась. Карась сегодня, к сожалению, клюёт вот такой. Такое ощущение, что это вот свежий, отнерестившийся. Ну, просто какой-то трэш, конечно, сегодня. Что я только сегодня не делал, какую только ароматику я сегодня не пробовал, какие только вариации не давал, поменял две дистанции. Разные варианты насадок. Я парыш и кукурузы и черви. Лучшей насадкой в итоге оказалось 5-7 мотылей. Да и то, как лучшие. Я поймал всего лишь сегодня 5 или 6 карасей. Тот маленький тоже за карасик считается, потому что это всё-таки карась. Я так думаю, что надо уже собираться, потому что вот та туча, которая идёт сюда, очень мне не нравится. Я вот только высох и мокнуть ещё раз мне не очень хочется. Лучшая насадка 5-7 мотылей на достаточно большом крючке и поводок 0,09. Причём более-менее заклевало на поводок длиной 30 сантиметров. Очень много не то, что даже поклёвок, я просто поклёвок даже и не видел. Очень много мелочи. То ли может быть мелкий карасик, которого я поймал, может быть некрупная плотвичка, но вот забрасываешь мотыля, через там 3-4 минуты вытаскиваешь, всё высосано. Мотыль просто снят с крючка, поклёвок я не вижу. Ну и в принципе такая дистанция. Попробуй тут чего увидеть. Две дистанции, ближняя не сработала, на дальней что-то более-менее заклевало, оттуда хоть какие-то внятные поклёвки, какую-то рыбу я оттуда поймал. Скорее всего, конечно же, наверняка на карася сегодня повлияла погода, плюс ко всему прочему, такие заросли тростника, камыша, он наверняка тусит там, лазит в этих зарослях, там куча для него еды, всякие ракушки, червячки, пиявочки, в общем, любая живность, она обитает в этих тростниках. Он там сидит и вот на такое открытое пространство просто, ну, наверное, не вылазит. Сегодня, к сожалению, ну, можно сказать, что не получилось. Вот эти пять штучек вот такого пол-ладошечного размера, это, конечно, не улов. Как говорится, рыбалки бывают разные, такие рыбалки тоже должны быть, не все время таскать одну за одной. Поломал голову, попробовал одно, второе, третье, разные комбинации насадки, разные ароматики, разные там консистенции прикормки, кукурузы, черви, опарыши, мотыли, разные комбинации. В общем, перебрал сегодня много что, рыбу поймал, это главное, удовольствие получил. На этом, друзья, все, буду с вами прощаться, до новых встреч, с вами была компания Волжанка, всем пока, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова